Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! Еще недавно Розалия Райсон страстно мечтала выйти замуж, варить борщи и воспитывать детей, а вот теперь задумалась о собственном бизнесе. Оказалось, что новоиспеченная супруга Андрея Шабарина не видит себя домохозяйкой. Более того, у нее куча планов и желание создать собственный бизнес. Так, к примеру, Роза задумалась о собственном шоу-руме, а буквально пару недель назад девушка отучилась на мастера по наращиванию волос, правда очень быстро забросила свою идею. Ни для кого не секрет, недовольный Андрей запретил благоверной заниматься наращиванием в их комнате, вот только саму Розалию это не остановило. Как стало известно, Райсон медленно, но верно движется к своей мечте. От супруга девушка сбегает в салон красоты, который располагается прямо на поляне. Именно там Роза набирается опыта и считает месяцы и дни, когда сможет открыть свою студию. Очередные слухи об уходе с поста ведущей дома 2 Ольги Бузовой и в этот раз ее заменить должен Роман Гриценко. Ведь второго сезона шоу «Яхта любви» не будет. Ольгу Бузову вроде бы пригласил канал Россия, утверждают распространители этой информации. Ольга Рапунцель во что бы то ни стало старается держать лицо, в одночасье из истеричной особы Оля превратилась в покладистую будущую мамочку. Впрочем, один из недавних сюжетов, где Оля и Дмитрий Дмитренко пришли к дочери в костюмах Деда Мороза и Снегурочки показал, что ничего не изменилось. Уже ни для кого не секрет, за каких-то пару минут Оля и Дима умудрились разругаться в пух и прах. Правда, сама Рапунцель винит в случившемся не истеричного супруга, а редакторов шоу, якобы именно они заставили их с Димой ждать, чем и довели последнего до бешенства. Рапунцели спалили домовские сценарии, Оля не стала скрывать все сценки, романтики, да и вообще абсолютно все сюжеты пишут только по команде редакторов. Молодая мамочка особо подчеркнула, что они находятся на телевидении и как-то иначе тут быть просто не может. Захар Саленко и Яна Шофеева в дневном эфире с Острова любви заявили, что они расстаются. Причиной стало поведение Яны, которая вчера проявила неуважение к своему парню на лобном месте, весело болтая с Ириной, несмотря на просьбу Захара вести себя нормально. Шофеевой категорически не понравилось то, что Саленко делает ей замечание и она сообщила парню, что тот надел корону после того, как ему дали возможность попробовать себя в роли ведущего. Шофеева считает, что Захар специально замалчивает проблемы, которые есть в их паре, для того, чтобы их не обсуждали в негативном контексте, так как это может пагубно повлиять на его карьеру. Шофеева являет собой яркий пример того, что пословица с такими друзьями и врагов не надо совершенно справедливо. Создается такое впечатление, что Яна решила направить всю свою энергию на то, чтобы у Саленко не получилось ничего с карьерой ведущего и он стал бы обычным участником. Не может же она не понимать, что для Саленко сейчас действительно важный момент в его жизни, возможно, это вообще его единственный шанс, для чего его топить, выставлять за знайкой и лицемером. Ведь она сама говорила, что безумно его любит и ее все в нем устраивало. Майя Донцова не просто беременна, но и ждет двойню такие слухи появились в сети неделю назад. Якобы о радостном и долгожданном событии в своей жизни девушка сообщила в финале конкурса «Человек года», желая получить поддержку коллектива. Однако, Александра Черно уже пролила свет на происходящее. Ранее девушка охотно отвечала на вопросы фолловеров об интересном положении Ольги Рапунцель, а вот теперь ответила на такие же вопросы о Майе. Если верить Александре, ее коллега по Дому 2 не говорила ничего подобного, правда Саша до сих пор не исключает того факта, что Майя беременна. Но, как и обещала, продолжает это скрывать, пока ее интересное положение не станет очевидным. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк или дизлайк. Интересная новость с сайта шлок. Как известно из новостей, в сети бурно обсуждают незавидное состояние Глеба Жемчугова, который потерял не только работу, но и сдался во власть своих пагубных привычек. Журнал Дом 2 озаботился судьбой бывшего участника, а его друг времен телестройки Тимур Гарафуддинов дал интервью, в котором доказывает, что проходящего в Крыму лечение Жемчугова надо вернуть на Дом 2 для реабилитации. Надежда Ермакова против возвращения Глеба Жемчугова на Дом 2. Ведь переживая разрыв с женихом, кастинг-директор проекта осудила вредные привычки Глеба. Кому как не ей знать, за что клубничку столько раз выгоняли с телестройки. Да и друг Тимур Гарафуддинов явно намерен опять просочиться в ряды участников. Ведь его тоже не просто так в свое время убирали с поляны Дом 2. Что-то многовато печальных новостей о бывших участниках с их вредными пристрастиями становится в сети. Ведь точно с такими же проблемами столкнулся Александр Гобозов. Удивительно, но тоже из кавалеров Ермаковой. Или это последствия пребывания на скандальном телешоу сейчас боком выходит медийным личностям? Пишите комментарии. Влад Кадони поделился со своими поклонниками приятной новостью. Только вчера он невероятно страдал, переживая из-за эвтаназии своей любимой кошки Изольды. Несчастное животное заболело и не могло справиться с болезнью. Из-за опухоли ей уже было тяжело дышать. Лечение не помогало, поэтому врачи порекомендовали Владу согласиться на эвтаназию. Ксения Бородина прониклась горем Кадони и поспешила сделать ему подарок. Ведущая презентовала коллеге котенка, который полностью похож на Изольду. Влад не скрывает, что он теперь чувствует себя счастливым. Особенно Влада тронуло то, сколько усилий приложила Ксения, чтобы найти похожего котенка и сделать ему сюрприз. Ксюша настолько прониклась моей болью утраты, что сегодня подарила мне котенка и не просто котенка, а девочку, как две капли воды, похожую на мою Изольду. Она перерыла весь мой профиль, нашла цветные фотки, нашла по питомникам похожую, купила, привезла и сделала сюрприз. Просто подарила. Я как ребенок стоял и даже сказать ничего не мог. Я реально до сих пор ничего не могу сказать. Меня так тронуло это, написал Кадони. Влад уже поделился роликом, в котором главная роль отводится новому питомцу и дал понять, что полюбит нового питомца не меньше, чем Изольду. И, конечно, сделает все, чтобы котенок был счастлив и чувствовал себя желанным. Ксению он поблагодарил за подарок и заверил, что счастлив благодаря ей. Девочку Влад назвал Лалуной. Ведущий не сомневается, что хотя он будет помнить Изольду и любить, он вполне сможет привязаться к другому котенку не менее сильно, чем к ней. Поклонники Влада радуются за него и умиляются новому жителю его квартиры. Кстати, у Кадони проживает брат Изольды, но, видимо, сложностей со встречей нового члена семьи у кота не возникло. Ольга Бузова не совладала с эмоциями на шоу «Бородина против Бузовой», и девушка номинировала новенького Илью Подобрей и его девушку Александру Узерцову. Правда, и сама не ожидала, во что это выльется. Попытки Ильи оправдаться за свои обман и отношения с Сашей Ольга восприняла в штыки. Однако, вместо того, чтобы аргументированно объяснить свою позицию, не придумала ничего лучшее, кроме как сбежать из студии. Уходя, ведущая отметила, что не намерена и дальше тратить время на подобные фиктивные парочки. Истеричная выходка Ольги удивила не только коллектив, но и Влада Кадони вести шоу, дальше Владу пришлось в одиночку. Сама Оля в студии так и не появилась. Более того, даже не потрудилась извиниться за свое непрофессиональное поведение. Алина Галимова вновь стала полноправной участницей проекта. Девушка вернулась в шоу, чтобы разобраться в отношениях с Никитой Рудаковым, который так и не смог забыть бывшую. Андрей Черкасов принял решение отправить новоиспеченную пару в один из лучших отелей столицы, чтобы ребята смогли расставить все точки без посторонних свидетелей и глаз. О том, как прошло долгожданное воссоединение, Никита рассказал в интервью. «Мы наслаждались друг другом, потому что не виделись очень долгое время. И все было как в первый раз, ловили момент и наслаждались им. Не было каких-то долгих разговоров, мы больше молчали и просто смотрели друг на друга, потому что все понимали без слов, рассказывает Рудаков. Алина призналась, что во многом была не права. Думаю, на этот раз ей нужно побольше быть в коллективе, чтобы ребята узнали ее, прежде всего, как личность и участника». Кирилл Кондратьев стал подарком для Алены Савкиной от организаторов Дома-2. В день рождения Алены Кирилл получил статус полноправного участника, но, судя по свежему фото, недолго продержался в качестве любовника одной из Рапунцель. Молодой человек уже переместился в мужскую спальню, более того, сделал громкое заявление. В комментариях под фото Кирилл дал понять, что отношения с Савкиной оказались сущим адом. Правда, сейчас все наконец закончилось. Пока непонятно, чем так не угодила Алена своему новому ухажеру. Впрочем, зрители заметили, в первую же встречу девушка вела себя крайне навязчиво и могла тем самым оттолкнуть избранника. Кроме того, не исключено, что Савкина была лишь проходным билетом для Кондратьева. Это были все новости на сегодня! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал! Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро!